Роспотребнадзор рассказал, как правильно принимать витамины. Время и обстоятельства использования биологических активных добавок могут иметь значение, отметили в ведомстве. Какие витамины самые важные для организма, а какие нужно строго дозировать, разбиралась Мария Шалованова. Витамины играют очень важную роль в организме человека, поддерживают нормальный обмен веществ, повышают нашу активность, защищают от болезней, делают кожу чистой и гладкой, укрепляют ногти и способствуют росту сильных и здоровых волос. Однако, когда витаминов и минералов человеку не хватает, то картина становится менее позитивной. Усталость, повышенная раздражительность, нарушение сна, потеря аппетита, сухость волос и кожи. То есть это такие признаки, которые, если очень постараться, человек может найти каждую себя практически в каждом втором случае. Так, мультивитамины, которые содержат в своем составе как воды, так и жирорастворимые витамины, а иногда даже и минеральные вещества, специалисты рекомендуют принимать по полдозы утром во время завтрака, а вторую половину ежедневной нормы во время основного приема пищи. Однако, не стоит их пить и в избытке. Каждому человеку нужно знать свою меру. Нормы эти зависят от возраста, зависят от вашей физической активности, потому что определенные виды работ, особенно если вы занимаетесь профессиональным спортом или полупрофессионально, заняты на работах с определенными, скажем так, вредностями, тяжестями труда, то эти нормы могут увеличиваться. Обычные физиологические состояния могут менять, скажем, потребность организма человека в витаминах и микроэлементах. Допустим, период беременности или лактации. Период восстановления после заболеваний. Также меняют это количество необходимых микро- и макроэлементов, которые должны быть в пищевом рационе. Уровень необходимых витаминов можно рассчитать самостоятельно. Эти нормы находятся в открытом доступе, в частности, на сайте Роспотребнадзора. При этом Павел Колесник обратил внимание на употребление комплексных витаминов в комбинации с другими биологически активными добавками. Например, цинк не следует принимать совместно с кальцием или железом, а витамин В12 может взаимодействовать и с различными препаратами. Кроме того, специалисты отмечают, что принимать биологические добавки и витамины необходимо не только в межсезонье, а в постоянном режиме. Микро- и макроэлементы и витамины, потребность в них человека одинакова в течение всего года. И нельзя сказать, что именно в ноябре необходимо больше употреблять в пищу пищевых добавок. Потребности в них всегда одинаковые. В любом случае, свежие фрукты и овощи, в какой бы период года вы их не употребляли, они содержат достаточное количество витаминов, которые помогут вам поддержать ваш организм в надлежащем состоянии. Не стоит забывать и о том, что прежде чем купить любой витаминный комплекс, нужно проконсультироваться с врачом. Некоторые из них могут вызвать побочный эффект и мешать усваиваться лекарством при прохождении какого-либо курса лечения. Купив витаминный комплекс, нужно изучить инструкцию и рекомендации по приему, чтобы избежать передозировки. Продолжение следует...